Будьте благословенны! Друзья, действительно, утренняя звезда воссияет в сердце Аши. И я сам, честно, я сам, я еще не достигший, но я сам стремлюсь. Называть себя бессмертным не назму. Я назму себя реальностью. Я не то, что верный, а реальный. По мере веры я о себе думаю. Но я стремлюсь честно. Я подвязался в эту гонку, в этот забег. И мне действительно очень интересно, что с этого всего получится. Ну и чудо сбить, полноты, можно нына. Да. Иисус, я долго не понимал этого откровения, ну этой притчи, когда Иисус говорил, если тебя взял, как это, кто-то и тянет к тебе ответчик, и ведет тебя к судье, поспеши разобраться с ним до того. Кто, кто, кто обвинитель? Понимаете, да? Дьявол, правда? К чему он меня ведет? К смерти. Понимаете? Поспеши с этим разобраться, чтобы не было, чтобы оплата Христа, да? Было полностью все оплачено, чтобы счета были полностью все сведены. Пока еще есть время. Поспеши разобраться с этим до конца, чтобы пришла смерть, а ты по суку перешел Иордан. Понимаете? Это тот же прообраз, чтобы смерть тебя не коснулась. Как Илья, как Елисей, как и с Говчегом Завета. История повторяется много-много разных прообразов, которые говорят об одном и том же. Вот. И еще один, знаете, я вижу в Новом Завете уже прообраз. Вот этой церкви, которая сейчас много задает вопросов, знаете. Об этом, кстати, Нурнаж вскользь вспоминал. Вот. Но он как бы не дожил в своем. Но интересно так. Я смотрю, у Иисуса было трое учеников, которые видели все. Яков, Кефа, Петр и Иоанн. И вот три прообраза, да, как бы трое были. Трое видели воскрешение, трое видели преображение. Он троих, то есть было двенадцать, да, но трое видели его тайны. И вот сейчас мы говорим, то есть те, кто перешли, грубо говоря, начатков, да, учений, да, к глубинам, к мясу, там, трое. Трое разные. Были те, ну, скажем так, Иакова, буквально в начале самого, он, ну, кто это, Ира, да, его убил? А, Иакова, да. Иакова. Тот, кто видел тайны, он быстренько ушел. Первый. Петр, уже как бы в старости, но все равно не умер своей смертью. Да? А Иван и Иоанна не могли убить. Понятно? И походу он своей смертью так и не умрет. Все эти апокрифы говорят, что они нашли тело. Его закопали, потом раскапывают, допустим. Иоанна. 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 Вот. Он еще тот, знаете, такой. Вот. Но. Это, вот реально, я сейчас смотрю, как развивается история сейчас. Те, кто начали говорить и проповедовать вот эти вещи. Первыми. Быстро начали уходить. Это вот Верона, Шмайлсман, Ро, Кубусман, Рэнсбул. Вот такие ребята, которые как-то внезапно их не стало. Есть еще много. Следующие по матче, да? Но откровение совершенствуется дальше и идет, развивается дальше. Они первые, да? Следующие, как бы тоже, они не достигнут. Как Петр, да? Они будут говорить, они будут в этом жить, но все-таки, да, их убили. И будут еще третий. Я не знаю вот эти вопросы, знаете, ну он там говорил, и что он умер. Ну, если что-то такое со мной случится, да ничего страшного. Я дальше буду говорить. Я дальше буду сам искать и буду сам стремиться. Вот. Затюшка же говорит, да вы сейчас вот. Да, я всех приглашаю на трехсотлетие моей гардии в свадьбу. Сейчас скоро будет семь лет, а то он умер на трехсотлетие. Приходите просто, это лучший подарок будет. А дальше посмотрим, как Бог даст их. Но я знаю, он дает и хочет это. Так все. Будьте благословенны и дерзайте. Пусть это слово сеется и прорезе растает в сердцах ваших. Аминь. Аминь. Мой. — Спасибо, Иисус. Да. — Спасибо, Иисус, за бебен. — Аминь. — Аминь. Спасибо, родной, что удостоил нас принять участь. и в свершенной работе и продолжать побеждать в этом мире, будучи Твоим телом. Спасибо Иисусу, что уже сделал нас совершенными и что это совершенство начинает действовать в нас и преображать нас. Спасибо Иисусу. Как Бог сказал, весьма хорошо. Аминь, да. Так и Ты сказал, свершилось. Да. И это действует в нас. Аминь, аминь. Спасибо Божье, чтобы все, что было перед нами, все, что случалось с праотцами, все, что случалось с патриархами, случалось с церковью, было прообразами, и чтобы мы могли строить дальше. Получить одинаковую награду, но строить дальше. Аминь. И бежать этот забег. Спасибо Иисусу. За вот эту внутреннюю жизнь. Да. Аминь. Спасибо Господь, что закон жизни, воскресения и жизни наполняет нас и начинает действовать и в нас, и через нас. И пусть все тленное будет пожаром, просто. Аминь. Такое слово, я не знаю, просто захвачено, завоевано. Аминь. Позорно просто, просто захвачено. И в этом мире пусть придет новый порядок. Аминь. Который уже в наших сердцах. Божественно. Огонь, который горит в нас, пусть изливается. Аминь. Через нас. Через нас. Спасибо Иисусу. Спасибо Иисусу. Спасибо Тебе, Боже. Тот, который говоришь через Сына. И продолжаешь говорить через Сына. И мы являемся этим телом Сына. Аминь. И ты не разделяешь. Аминь. Ты соединяешь Дух, Душу и Плоти. Да. И все ведешь к совершенству. Аминь. Спасибо Иисусу, что ты то, что начал, совершишь в каждом. из нас. Да. Спасибо Иисусу за эту жажду внутри. Чтобы открылись глаза и поняли, что есть что-то больше у Отца. Аминь. Да. И спасибо Иисусу за этот покой и удовлетворение Аминь. нашей души, пищу для души нашей, в которой мы больше ни в чем не нуждаемся. Аминь. И спасибо, что соединяешь несоединимые парадоксы, огромную жажду и полноту. Да. Спасибо, Боже, что приходит это время, когда все наши сферы будут в правильное русло направлено. Все извращение уйдет, все тление уйдет. и волк и ягненок будут вместе. Аминь. И наш эгоизм будет направлен в правильное русло. И откроется, и это позволит данному новому человеку полному любви торжествовать и действовать. Спасибо, Иисусу. Спасибо, Иисусу. Спасибо, Царь Славы. Гряди. 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 Гряди, Господь. Проявляйся в своем теле на этой земле. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.